Вы часто спрашиваете меня, как научиться хорошо говорить на английском языке. Лучший способ практиковаться в общении с носителями языка, и для этого совсем не обязательно ехать за границу. С помощью сервиса italki.com можно общаться с носителями языка, находясь у себя дома. На сайте много опытных преподавателей, которые проводят уроки по скайпу, и таким образом можно изучать не только английский, но и другие языки. Переходите по ссылке внизу и воспользуйтесь классной акцией от italki.com для моих подписчиков. Всем привет, с вами Наташа и Руслан. Как вы можете заметить, мы слегка загоревшие, потому что снимаем это видео уже после отдыха на Пангане. Мы из будущего сейчас будем говорить про прошлое. Чтобы сохранить целостность событий этой поездки. У нас сейчас будет передача по домам. И мы сейчас посмотрим, где Касси живет в Бангкоке. О, он наш сосед. Воу-воу. Давай тоже неожиданно к ним постучимся, как он. Открывает тайская полиция. Вы что, смотришь? Я не хочу, как сюда улицу. Это мой номер. Вот, посмотрите, это его номер. Как странно, надо здесь видеть, мы первые за границей вместе. Вы, у меня вид дерьмовый, посмотрите, на что у меня вид. В день, когда приехал вечно голодный Кассио, мы пошли с ним искать, где бы ему и нам покушать. Блин, дайте такие добрые. Такая, на, держи собаку пополкать. Все, возвращайте. Подожди, я сфоткаюсь. Наташа, дай сфоткать. Мы решили поехать в торговый центр и поехали мы на такси, потому что, как я уже говорила, такси дешевое. Нас было трое, и поэтому это выгодно. Все скинулись по чуть-чуть и доехали. Вот так вот, видеоблогер, катаются в такси. Мы сели в такси и... Лакшери. Лакшери такси с кондиционером. Посадка стоит 35 бан. По вечерам в Бангкоке адские пробки. Как в Москве. Пришли, с пацанами немножко пошопиться. Да, Русик? Сейчас в дольче габана зайдем. Купим сланцы. Я предлагаю в Бербере сначала зайти. Вот, кстати, год петуха. Вау. Какой калоритный петух. В поисках поесть мы уже второй час. Умрем ли мы с голода или все-таки поедим? Косе просто привередливый. Он говорит, я хочу только в богатом торговом центре кушать. Мы ему говорим, Косе, пойдем на рынке покушаем. А Косе нам говорит, нет, на рынке там только все мясное. Я вегетарианец, пойдемте в торговом центре. Я не вегетарианец. А кто там? А кто там? Такая пауза была. Секунд два, я говорю, а кто там? Я пескоперянец. Пескоперянец. Просто форянец. Косе говорил, что в этом торговом центре есть офигенный фудкорт, где он ел самую мега вкусную еду. Я хочу там ею. И синамончик. Что ты сказал? Синамон. Я уже сказал, что это и пи синамончика. Что это пи синамончика? И, кстати, мы с Русланом впервые побывали в тайском фудкорте. Было довольно интересно посмотреть, что там подают, потому что это как будто более цивильный вариант всех блюд с улицы, но при этом они похожи. Ну, мы больше любили кушать на улице. Смотрите, сейчас покажу фокус. Вау. Это магия. Ну, кстати, здесь оказался очень прикольный фудкорт. Очень много всякой азиатской еды разнообразной. Здесь любая кухня вообще есть, и испанская. Мы купили напиток в Коко, он стоит примерно 100 бат. И он точно такой же, как у нас около дома. За 20 бат, за 30 бат, неважно. В общем, он в три раза дороже, и он точно такой же. Так что имейте в виду, на улице можете покупать. Не ведитесь на модные бренды, покупайте на местных рыночек. Даже если у вас есть деньги. Копейка рубль бережет. Мы погуляли по торговому центру, и там то и дело встречаются фотографии короля в траурных рамках. Они встречаются не только в торговых центрах, но и на улицах. Также повсюду черно-белые ленты в честь траура. Как известно, король Таиланда не так давно скончался, и его здесь просто очень сильно любят. Для них король это не просто их правитель, для них это нечто большее. И сейчас абсолютно вся страна в трауре. И они еще, мне кажется, очень долгое время будут в трауре. Люди многие ходят в черном, повсюду вот такие вот траурные знаки. Дальше мы пошли гулять в направлении Косан-Роут, потому что мы там никогда не были, но Косел сказал, что там очень круто. Мы ему доверились. Что-то я спалюсь. Что я еще хотел сказать по поводу напитков. Он дорогой и еще он какой-то химозный. Он очень быстро надоедает. Наташа, тебе надоел этот напиток? Он, в принципе, вкусный. Мне просто не нравятся эти шарики-дапиоки. Их много и много напитков. Я так много не могу выпить. А мы идем танцевать. В одном из наших тайских влогов мы проходили здесь и снимали, как они танцуют зарядочку. И они до сих пор танцуют. И мы тоже хотим попробовать сделать зарядку вместе с тайцами. Им очень понравилось, как мы танцевали. Я за ними не успевал. Мне кажется, они какие-то команды дают. Она не показывает. Да, она еще ключи. Да, она не делает прям определенное движение, которое нужно повторять. Она дает какие-то команды. Руслан, ты что, король танцовала? Да. Скажи, понравилось следующее, как я танцевал? Ей очень понравилось. Ей вообще понравилось, что мы присоединились. Она улыбалась. По дороге Косену все соблазнял тем, что он должен найти подтай. Это крутая штуковина. И мы должны ее обязательно попробовать. Мы такие на локей попробуем. И как раз стояла макашница, где, собственно, мы нашли этот подтай. И он оказался просто шикарным. И впоследствии мы буквально подсели на подтай и кушали его практически каждый день. Так что спасибо Косе за то, что открыл для нас это блюдо. А вы не любите подтай? Что это такое? Что это такое? Господи, вы что, товарили едца моих? Нет, это лапша. Косе принесли его еду. Это называется подтай. Так, у меня тень падает. Вот так не падает. И я заказала себе с яйцом без морепродуктов, потому что думала, там одни мидии. Тут я вижу, там креветочки. И я бегом туда говорю, no egg, not egg, not egg, seafood. Анечки. Это иностранцы. Она реально так вздохнула. Но мне в итоге сделают с морепродуктов. Блин, разница 20 юаней. И тут куча морепродуктов. Каких юаней? Мы в Таиланде. Ой. У нас все в Китае. Душой. Наташа, скажи, что за движение? Он для Ви перчел, и теперь надо мной издевается. Вот, просто попробуй это. Подожди, Наташа, кстати, сфокусируется. На. Еще кисло. Косе, что ты натворил? Это острое? Испортил еду. Скажи, очень острое. Прям горит все. Острая кислота. Острая кислота? Но там... Но вкусно. Оно потом постепенно проходит. И по глотке, и везде ощущаешь остроту. О, у тебя такой красивый свет. Наташка, смотри, твой Паттай. Ура! Капунхай забыла сказать. Вот, скажи, он слева. Капунхай. Почему у меня отняли лаймы, отдали котел? А тебе твоего не дали, что ли? Дали, но он еще один не дал. Ты ему проглянулся, походу. Давай устрем челлендж, возьми просто съешь лошу. Начинается. Дай пожелать потом свои челленджи. Что уж эти блогеры? Это очень вкусно. Я добавила орешков, перчика и сахара. И все это в тему. Что там есть, расскажешь? Там лапша, морепродукты, яйцо. Какие-то... Что это такое? Ростки бобов. Ростки бобов. Сои, наверное, ростки сои. Да. А среди морепродуктов там есть креветочки. Да. Очень вкусно. Я вообще люблю макароны с яйцом. Это очень вкусно. Да. Мы только что кушали блюдо под тай. И сейчас идем по улице, где вот такая огромная очередь для того, чтобы покушать под тай. Ну, поговаривают, что здесь он самый лучший. Но все равно это выглядит странно, что за едой такая очередина. Ужас. И он там продолжается и продолжается еще. Пешочком за разговорами. Мы не заметили, как дошли до Кассан Роуд. Хотя она достаточно далеко находилась от торгового центра. И это просто улица-праздник. Рядом там, кстати, нет метро. Но это не останавливает людей. Там очень много туристов. Причем они довольно-таки приятные там. И очень много тайцев там тусуется. То есть это тусовочная улица, но она не типично туристическая. Она очень прикольная. Там есть все и тайцы, и туристы. Мы, короче, никогда не были раньше на этой улице. Это очень туристическая улица. В Бангкоке. И здесь как раз-таки начинался фильм «Пляж». Да, и жизнь здесь кипит. Это похоже чем-то на Бангла Роуд, на Волкинг-Скрит в Букете. На Кассан Роуд очень много всего продают. Очень много кафешек, баров. И в том числе там подходят постоянно тайки и уговаривают тебя пойти на массаж. Если на Подпонге предлагают пинг-понг-шоу, то здесь в основном предлагают массаж. И мы соблазнились и пошли на шикарный массаж ног. Все втроем очень классно кайфанули. Смотрите на какую-то красивую улицу. Тут обалденная атмосфера. После массажа наши ножки снова готовы гулять. И мы гуляем по очень красивой улице. Мы здесь ни разу не были с Русланом. Повсюду огоньки. Вот так уже какой раз в Таиланде и каждый раз открываем что-то новое. Да, очень красиво. И Таиланд – это прекрасная страна. Стоит заметить, что на Кассан Роуд цены адекватные. Мы были очень удивлены, потому что улица туристическая. И мы думали, что там будут они задрано в космос. Но цены нормальные оказались. Также мы присели в кафешку, и Руслан там скушал первый том-ям за эту поездку. Русик, что, сейчас будешь пробовать том-ям? Впервые в своей жизни я буду пробовать том-ям. Тут есть креветочка. Есть грибочки. Выглядит очень аппетитно. Жалко, креветки забыли почистить, ребята. Ульячик очень вкусный. Остро? Да. Всем советую. Я был немножко в шоке, потому что это было дико остро. Мне даже его жалко было. У него было такое дурацкое лицо. Когда он ел этот супер-острый том-ям, он думал, что очень остро. Руслан, ну что, не получается доесть? Очень острый. Очень острый. Русик мучается. Ладно, Русик, не мучайся, оставляй. Супчик стоит 100 бар. У меня 100 дрожит. Доброе утро. Нормальные люди кушают сэндвичи и всякие. Стандартные завтраки. А у меня тут печеночка на шпажке и блинчики какие-то. Да еще я хочу розовый кофе. Или это не кофе. Розовый кофе с печенкой. Просто пипец. Я. У меня очень гламурный напиточек. А, кофе маленький такой. Сейчас попробуем. Ой, какой он сладкий. Как будто фруктовую клубничную жвачку. Похож на кофе. Наташа, покажи свой. Это не кофе, это какой-то напиток, типа как порошков, я думаю, они делают. Просто смотрите, какого он натурального цвета. Это клубничное что-то, очень сладко. Это просто как будто... Такая милая девушка сидит, да, пьет такой милый розовый напиток. Ну, а где мы? И скажешь, что ты ешь? Печенку! Спешка печеночка! Спешка печеночка! Я очень люблю печенку в Таиланде. Ну что, я не буду это скрывать. На завтрак. А покажи хотя бы ее откроем. Стань, там людям плохо станет. Многие не любят печенка. Офигеть, просто. Ну и как по вкусу? Не запей розовеньким кофе теперь. Ну хватит меня троллить. Продолжение следует, и чтобы не пропустить следующий влог, подписывайтесь на канал. Ну а если нажмете на буковку I, то сможете посмотреть все выпуски из Таиланда в хронологическом порядке. Субтитры сделал DimaTorzok